Приветствую вас! Речь идет о ребенке, который, судя по словам матери, да, не хочет учиться ходить на горшок. Как проучить, если он вредный и плачет? Ну, мне кажется, что в данном случае не совсем корректно говорить о проучении, потому что все-таки ребенок это не животное, вот это первое. Второе, ну, не совсем корректно говорить о ребенке, что он вредный, потому что вряд ли ребенку самому нравится делать вот то, что он делает. Если вы думаете, что ему хорошо, если вы думаете, что ему по кайфу, то нет, вы ожидаете, что ребенок это делает, потому что у него, по-видимому, нет другого способа, чтобы донести до вас, например, то, что он хочет. А хочет он как правило внимания, хочет он как правило любви, хочет он как правило какого-то тепла. Соответственно, если он этого не получает, то, соответственно, он ведет сюда вот так, как ведет. Поэтому, на мой взгляд, вместо того, чтобы называть его вредным и пытаться его проучить, вы как бы, ну, посмотрите на то, как вы устраиваете отношения с ребенком своим. Да, посмотрите на то, как вы взаимодействуете с ним, вот, ну, я имею ввиду, как вы взаимодействуете с ним, как вы устраиваете с ним отношения. И вот уже на основе вот этих аспектов, я думаю, можно было бы начинать коррекцию. Вот. Значит, своим поведением ребенок привлекает внимание, вот, ну, как-то вот, узная, чувствуя, что вам это важно, вот, он выбирает такой, способ управления вами. И самое, что интересно, это то, что, ну, у него действительно, на самом деле, получается, так, у него получается, ну, на самом деле, вами управлять. Ну, получается, это сделка там же, что вы, например, обратились к нам уже за помощью. Вот. Ну, большинство проблем детей связаны с их родителями. И если у ребенка есть какая-то проблема, то это, скорее всего, проблема именно ваша и вам, решать свою проблему. Например, как вы обращаетесь со своими чувствами, как вы обращаетесь со своими эмоциями. Ну, вот, как вы выражаете их, если вы выражаете и так далее. То есть, это вот все очень такие важные нюансы, на которые нужно обратить внимание, да. Вот. Насколько у вас хорошая атмосфера в семье. Вот. Насколько качественные взаимодействия между вами и, ну, и с другими членами семьи, например. И так далее. То есть, на все это очень важно обратить внимание. В общем, грубо говоря. Вот. А сейчас, как бы, ну, ничего этого не происходит. На данный момент сейчас у вас есть определенные сложности. вот с пониманием, так скажем, себя, да, пониманием себя, пониманием своих желаний, например, своих потребностей, например, и так далее. И, как следствие, конечно, вот возникают такие проблемы. Вот. Ну, все решаемо. Все, в принципе, корректируется. Вот. А если у вас есть желание работать. Вот. Я за вам ответил. Так. А если так выходит, что вы устаете, например, если так вот, ну, если так получается, что вы устаете, что вам тяжело и так далее, то можно искать способы релаксации, способы расслабления и так далее. Вот. Вот. И участвовать и надеяться с ребенком более конструктивно. Вот. Вот. Это и есть хорошая книга Юлия Борисовна Гиппенрейтор «Общаться с ребенком как». Ну, а вам я рекомендую личную терапию для того, чтобы поработать со своими чувствами, там, что то, как вы называете за ребенком, что он вредный, что он, что его надо приучать, это вызывает беспокойство. Вот. Вот. Это вызывает беспокойство. Это вызывает беспокойство и, соответственно, сомнения в том, что у вас в семье присутствует хорошая, здоровая атмосфера для, ну, для адекватного и качественного развития ребенка. Вот. И если с этим есть проблемы, то лучше, конечно, решать их сейчас, пока ребенок уже маленький, хотя два года уже достаточно большой возраст. Сейчас проходит определенную стадию своего взросления, на которой откладывается, как бы, будущая модель всего его поведения. И судя по тому, что вы говорите, ну, не очень хорошая модель. Поэтому если срочно, если срочно не скорректировать ваше поведение, то ситуация может быть достаточно печальной. Вот. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь с полным ответом. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.